Что же такое все-таки КВК, какая ее цель, какая стратегия игры, что нужно в принципе делать, а чего делать категорически не нужно. Поговорим в этом видео, поехали! Так, ребята, КВК постепенно для меня вырисовывается картина маслом, что это за счастье. Значит, по центру всего нашего движника находится Вечный Город. Этот Вечный Город, как говорится, цель всей битвы. Кто захватит вот это счастье, тот в принципе и будет Д'Артаньян. До этого города, вернее, наши сервера выстраиваются каждый на своей точке высадки. Нам повезло вывалиться вот сюда сверху. И постепенно, так как у нас есть Конум Госса, который объединил все наши племена единым цветом, в принципе, все желающие игроки зашли для того, чтобы поддержать сильнейший клан. Ну, за исключением, как обычно, некоторых товарищей, которые считают, что они умнее от Десского Равина. И они справятся вполне себе сами. Хотя, сами себе они далеко не справятся. Но, тем не менее. Значит, выкрашены единым цветом. Установили свои базы, точки и форты. И погнали, весело виляя хвостом. Видите, это наш клан Дерзкий. Это наши МПХ. Это клан, в котором я сейчас играю, для того, чтобы поддержать интересы нашего сервера. И я считаю, что это самое важное. Значит, здесь существуют зоны, в которые можно заходить. Они односторонние. И поэтому ничего вам здесь не угрожает. Копка здесь ресурсов просто-напросто не может, как говорится, не радовать. Кроме девятых плит, в которых целая хреновая туча ресурсов. Вот такой объем камня. Значит, и, ну, короче, всего-всего-всего здесь, ребята, более чем загланды. Можно копать и маленькие... Показал лучшую плиту. И маленькие, и даже аккаунты, которые прилетят сюда. Ну, в общем, короче, много. Но что-то они все погрызли. Вот 1945. То есть, вполне себе достаточное количество ресурсов для полноценного развития. В ходе событий вы будете получать возможность выполнять хроники. Хроники, начиная с первой, дают прямые задания. Что вам нужно делать? И так же самое, как на сервере вы продвигались вперед, вы будете выполнять задачи. Это будут и клановые, и личные, и королевства. Ну, непосредственно сервера. Вот вы, двигаясь шаг за шагом, выполняете эти задания. Сейчас у нас задача мне убить 16 парчах рыцарей. Ну, в общем, ничего сложного, ничего военного выполнения нет. Плюшки вполне себе. Значит, и помимо этого вы получаете еще личные достижения. За которые, например, при выполнении которых вы получаете... Вот я, например, открыл этого чудесного парня Дурина. Есть достижения племени. Опять же таки, связанные с общими достижениями. И достижения королевства. Чем лучше вы выступите, тем выше рейтинг вашего королевства. И, соответственно, вы сможете поднять максимальное количество. Мы еще там особо, я вам видите, на 47-м почетном месте. Тем не менее, потому что у нас военных стратегий, в принципе, не было. Но сейчас, что неудивительно, мы идем на втором месте. Это не может не радовать. Потому что против нас играет очень сильный сервер. Первый, не менее сильный второй сервер. Но мы, тем не менее, ухитряемся здесь вырывать, как говорится, очко победы. И это правильное, хорошее решение. Значит, события у нас идут таким же чередом. Они могут налагаться и местные, и общие, которые происходят на сервере. Хроники. Ну, я вам уже рассказал. Выполняйте хроники. Для того, чтобы переместиться, нужно иметь 20-й замок. Выполняя достижения, получать ништяки. Я вам сейчас покажу чудесного пацанчика, которого мне ухитрилось здесь при выполнении задач урвать. Он, в принципе, себе, как оказалось, даже при минимальных раскладах, очень даже ничего. На 30-м уровне он попадает в рекомендациях. И вот это его, ну, ладно, снаряжение это не особо кого-то интересует. Но у него есть талант и увеличивает эффективность сбора камня и золота. То есть, вполне, вполне себе. Я считаю, что нужно однозначно его получить. И он уменьшает расход золота при проводении исследований в Академии. Короче, классный пацан. И чем дальше влез, тем толще партизан. Если бы он попался бы раньше, можно было сэкономить очень много ресурсов. Ну, а так золото при изучении знаний уходит категорически много. Вот такая нехитрая стратегия. Все так же самое играется. За одной радостью, по крайней мере, пока вы начинаете играть через вот эти пирсы, которые в данный момент являются односторонними, никто не может попасть на вашу территорию. Кроме сражений. Здесь происходит сражение поля убийств, где вот это все рубахаются. Видите, тут прилетела куча классных ребят на проекте Дом-2. Но ребята не шуточные. Это первый сервер, поэтому с ними, так как говорится, вату не покатаешь. Но будем бороться, будем бороться. Радость одна, что на территории вот этой племени вас не могут атаковать. Ни при каком раскладе. До тех пор, пока не будет снесен основной форт, на котором базируется ваша база. То есть, как только форт будет снесен, вас смогут атаковать. До этого это сделать не смогут. Пирсы, которые сейчас мы захватываем, в данный момент являются односторонними. И поэтому на вас тоже не могут напасть. Но в определенных этапах развития эти пирсы становятся двусторонние. Но, опять же таки, это не весьма себе просто спалить. Почему здесь у нас фактически никто не пользуется щитами, кроме самых трепетных? Во-первых, если у вас стоит форт, который главный форт, который палит как минимум полтора дня, вас атаковать тоже не смогут. Ну, я вот здесь стою такой вот нарядно смелый, в надежде, что вот этот флагшток тоже не снесут. Но вообще эффективнее рекомендовал бы вам стоять поближе форту в зону неответственности. И тогда точно вас атаковать никто не сможет. И тем более спалить. На локациях действительно так. Ну, вот такая вот примерно стратегия игры. Вот такая ситуация. В принципе, играть возможно. Лайтово. Если у вас гос сплоченный, то есть шанс даже не про очень сильные сервера занять достойное место в истории. И получить достаточные плюшки и компенсации. Вот такая история. Дальше вы посмотрите, как была защита одного из алтарей. Долгожданная КВК. Ребята, у нас здесь я не снимал, что мы тут происходит, как происходит и зачем происходит. Но это вы должны обязательно увидеть. Мы бьем башни эти пятого уровня. Это, ребята, то же самое, только еще страшнее. Короче, весь сервер объединился для нормальной, полноценной игры. Кроме некоторых пиндиков, которые посчитали этого делать не нужно. Что же сейчас будет? Я не знаю. Я не участвовал. Только пришел. Вот вождь. Вождь, да, в данной ситуации. Это у нас потой. Классный парень. Вот этот вот умопомрачительный парня. По страве поставил ралли. Штурм, либо как это еще называть. А вот второй, вот я, вот продолжаю, короче, лупаситься. Я нахожусь в штурме. Штурм бьет, короче, вот эту ветряную мельницу. Как говорится, она же крепость. Она же непонятно, что какая есть фигня. И все становятся на позиции, потому что сейчас будут идти хоббиты, которые будут не давать нам жизни. Насколько это будет критично, смертельно, мы посмотрим. Пока вот кто-то прицепом начал лупасить черепах. Ну, это правильно, да. Чтоб не расслаблялись. Чтоб эти черепахи, собаки не расслаблялись. Пойду вот сюда. Для того, чтобы подходящие войска могли быть доблестно встречены. Смотрите, смотрите, обратите. Система точно такая же. Если кто-то смотрел мои видео, должен обратить на это внимание. Значит, происходит вот такой вот урод, блин, выбежал. Мы этого урода сейчас быстренько будем бутусить. В то время, как основной наш штурм бьет, 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 бьет вот эти вот. Вот эта ветряную крепость, как говорится. Она же мельница, наверное, может быть, хотя вряд ли. Так, ну этого мы запиндошили говнюка. И это радует, и это радует. Так, ребятули, вот. Значит, что могу сказать. У нас третий сервер из четырех возможных. Поэтому преимущество двух предыдущих серверов, конечно, налицо. Но, тем не менее, мы объединились для того, чтобы, видите, мир в ГОСе еще поддерживается тем, что многие игроки понимают важность внешних ивентов. И мы как раз-таки это и сделали. Что очень правильно, когда нужно забывать о предрассудках, блин, и забывать о том, что кто-то сейчас нам надерет жопу. Надо бежать, сражаться, лупиться от вот этих вот упырей. Так, где упырь этот, который у меня? Вот который у меня. Вот он такой-то. Где-то здесь упырь. Побежали, побежали. Быстрее, быстрее, быстрее побежали. Быстрее побежали. Они что-то не стали нападать там, где я их очень сильно ждал. Ну и слава богу, обосрались. Так вот и сидите, блин. Страшно, обосрано, испуганно. Вот так, ребята. Принцип точно такой же. Идут потоки войск, которые пытаются укрепить. Дайте, посмотрю, какие они, ой, какие я симпатичные, да? Какой симпатичный упырек, блин. Упыречечек. Упыречулечка. Да? Ну и классно. Буду сейчас ты здоров. Я думаю, что, скорее всего, на первых порах оно как бы не критично. Тихо, 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 тихо. Вот так вот. Вот так вот. На первых порах не критично. Ой-ой-ой, как там все не про. Они так простые, крутой такой Бэтмен, а, ребят? Короче, идут волны. Их нужно удерживать. Принцип такой же, как и при удержании алтарей там 5, 6, 95 и 40 миллиардов 14 уровня. Ничего критичного военного нету. По сути, все справляемся. Справляемся вполне легко. Но я хотел, чтобы вы посмотрели принцип, как он происходит. А принцип здесь не особо сильный и сложный. Заходишь, бьешь, участвуешь. Вот такая вот хурма и история. Так, ты меня бесишь. Ты меня бесишь. Так, игнорировать все. Поехали. Так, так, так. Где там мои ребятули, да? Короче, все, тут закончились уже все. Здесь закончились все. Ну, давай вот побежим к этому. Но, ребята, его здесь и замочат, блин. Вот такая вот ему приснится хламидомонадо, блин. Так, есть письмо. Бам, все. Бенч, 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 бенч. Священный захват священных земель. Ветреная мельница. Она же крепость. Вот так, ребята, можно нехитро сыграть и объединившись победить любую беду и напасть. Любую беду и напасть. Так. Все счастливы. В воздухе долго плавают шапки иностранцев. Все довольны. Я вот только зашел в игру. Я, как обычно, проспал. Сонный еле успел включить микрофон. Надеюсь, я его включил. Да. Ну, для того, чтобы вам показать, как примерно это происходит. Вот такая история, ребята. Вот такая история. Смотрите, как это можно сделать. Подписывайтесь на канал. Задавайте вопросы и получайте ответы. С удовольствием буду делиться своим опытом. Да пребудет с вами сила. С вами я, мастер. Сделать сказку без риска. Работай как мастер, чтобы не потерпеть фиазку. Субтитры сделал DimaTorzok